Согласование кандидатур первых вице-премьеров в Якутии, приведение в соответствие республиканских законов в федеральном, отказ от алкоголя в поселках региона, эти и другие вопросы рассматривала на неделе госсобрание Илтумен. За работой 23-го пленарного заседания парламента наблюдала наш корреспондент Туяра Филиппова. Кадровые вопросы о даче согласия главе республики на назначение сразу трех вице-премьеров правительства прошли без сучка и задоринки. Итоги тайного голосования особого противодействия со стороны депутатского корпуса не продемонстрировали. Петр Алексеев, Алексей Стручков в этой должности не новички. Будут заодно еще совмещать министерские обязанности сельского хозяйства и экономики соответственно. Фигура Алексея Колодезникова до назначения первым вице-премьером министра жилищно-коммунального хозяйства также не вызвала споров депутатов. Многие даже именно его считают наиболее перспективным в правительстве. Правда, давая согласие на назначение парламентарии, рекомендовали правительству четче распределить обязанности первых вице-премьеров. Скорее всего это аванс и в большей степени повлияла та деятельность, которую мы проводили в Министерстве ЖКХ и энергетики. Помимо кадровых вопросов, одним из основных рассматривалось утверждение отчетов об исполнении госбюджета республики и территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год. А большинство законопроектов, рассмотренных на заседании, были инициированы в связи с приведением соответствия республиканских законов федеральным. Так, к примеру, принятый и успешно проработавший более года закон республики о государственно-частном партнерстве пришлось признать утратившим силу. Дело в том, что был правовой вакуум. Не было никакого документа, который позволил бы развить государственно-частное партнерство. Все говорили, вот-вот Россия примет. Мы предложили не ждать. Приняли его. В результате 28 объектов на сумму 24 миллиарда рублей реализуются в республике Саха-Якутия при принятии государственно-частного партнерства. Теперь вступил в силу с 1 января 2016 года федеральный закон, который все эти процедуры узаконил. Те же самые абсолютно. Так что, несмотря на отмену, этот республиканский закон успел принести довольно ощутимую пользу республике, как и ранее принятое депутатами решение, дающее право муниципалитетам инициировать в виде законопроекта полный запрет на продажу алкоголя на своей территории. Так, в этот раз еще 13 населенных пунктов Якутии отказались от «зеленого змея». Теперь около 15% населенных пунктов республики оказались в зоне трезвости. Всего таких наследов теперь 62. Процесс идет, был подъем весной, сейчас поменьше, в связи с тем, что каникулы у нас наступили, наверное, в этой связи в том числе. Но у нас сегодня порядка 450 наслегов. Значит, на сегодняшний день мы примем закон, будет 62. Практику мы осенью будем смотреть, практику принятия этих законов, проведем, наверное, парламентские слушания или круглый стол по этой практике, обобщим и в случае необходимости внесем корректировки в нашу законодательную деятельность. Также депутаты Ильтюмен утвердили очередные поправки к уже действующему с 1 июня закону о дальневосточном гектаре. Напомним, ранее при втором чтении законопроекта многие предложения Якутии были поддержаны, но учтены были не все. Теперь власти Якутии попытаются провести их через Совет Федерации, где создана специальная комиссия по этому вопросу. В субботу члены Совета Федерации во главе с главой профильного комитета Дмитрия Мазаровым на выездном совещании в Якутске обсудили эти предложения. Они касаются возможности предоставления более 1 гектара земли гражданам Якутии на основании закона самого субъекта, сокращения технических процедур, ограничения видов деятельности на выделенных участках, в частности исключения вырубки лесов, продления сроков между этапами при реализации закона и так далее. Всего 11 предложений. По информации Минимущества, из поступивших 93 заявлений от граждан республики, 73 возвращено, так как обращения были поданы не на участки, находящиеся в пилотном районе, 7 заявителям отказано, остальные в работе, и лишь на один участок оформлен кадастровый паспорт. Известно, что первый участок, выданный по новому закону, находится в 4 километрах от поселка Серебряный Бор. При реализации закона о дальневосточном гектаре, по мнению сенаторов, важна широкая разъяснительная работа, чтобы повысить активность граждан, желающих стать собственниками земли. А что касается рисков и опасений, они должны быть минимизированы путем законодательного регулирования. И опыт Якутии в работе над этим законом показывает, что добиться этого можно только совместными усилиями. Очень профессионально подготовлены предложения. Я уверен, что абсолютное их большинство найдет свое отражение в тех изменениях, которые мы готовим в федеральный закон номер 119. Заседание комиссии Совета Федерации по этому вопросу запланировано уже на предстоящий понедельник, 20 июня. Туяра Филипова, Анна Саркомова, Иван Семенов, Василий Слепцов. Якутия. День за днем.